Многие из нас восхищаются красотой океана, но мало кто задумывается, во что обходится ему наш аппетит к рыбе. Ежегодно, например, во Франции продается несколько миллионов рыбы, что эквивалентно среднему потреблению более 33 килограмм рыбы на одного шителя, а за 50 лет потребление увеличилось вдвое. Рыбу ловят, отбирают, взвешивают, консервируют, продают, а потом едят. Однако для этого процесса необходимо наше участие, только при этом условии рыба оказывается на наших тарелках. Все взаимосвязано. Рыбная ловля превратила океан в минное поле, и ежедневно расставленные плавающие сети образуют охват более 45 тысяч километров в Бискайском заливе, и это только здесь. Неселективные сети представляют собой грозные ловушки, побочными жертвами которых являются дельфины. Попав в ловушку, каждый год они тысячами особей погибают от удушья или асфиксии более научным языком. Меньшую часть этого смертельного снаряжения составляют сети, используемые для частной ловли на пляжах. Наш аппетит к рыбе — угроза номер один для выживания дельфинов во Франции, как и во всем мире. Итак, как мы можем ограничить наше ежедневное воздействие? Сократить потребление рыбы, так как в будущем это произведет огромное влияние на неселективные методы ловли, а также поддержка именно более целенаправленных методов, таких как ловля с использованием лески, что, однако, не решит проблему прилова, но значительно ее сократит. Да и не пришло ли время что-то менять, чтобы сохранить не только дельфинов? Будущее океана в целом составляет будущее для нас? Мы вносим свой вклад в проблему, поэтому мы и являемся ее решением. Поддержите нашу миссию!